Вот когда мы начинали строить дорогу к храму, здесь какое-то очень неимоверное бурление у отдельных депутатов. Вызвало там деревья, срубили, еще что-то, да. Не нужен здесь новый прекрасный бульвар. А вот когда до этого момента на этом месте была на протяжении 30-50 лет помойка, просто самая натуральная помойка, она почему-то никого не беспокоила. То есть помойка лучше, чем бульвар. Вот здесь та же самая история. Когда закапывали там камень знаменитый, раскрашенный флаг России и хотели там построить, по-моему, Ледовый дворец, да, предыдущие власти, так вот все вот эти депутаты городские, кто сегодня шумит, кричит, что-то никто там сильно не выступал. А если выступал, то, я не знаю, бензином-то никто не облился там и под трактора не лег, потому что выборов тогда не было, да, и все сидели и не пищали, когда хотели там уничтожить этот стадион. Пока этот стадион годы уже, не знаю, не десятки лет стоял вот в разрушенном состоянии, какой-то там стадиона нет. Зачем врать людям? Там его нету. Почему-то тоже никто из них ничего не сделал. Может быть, кто-то выступил, пришел в какой-то двор, сел к бабушкам на лавочку и повозмущался. Я сейчас про депутатов говорю, живущих на том округе. Но никто стадиона там не сделал. Поэтому мне сегодня просто приступ смеха вызывает, когда один из действующих депутатов, слушайте, взрослый мужчина, милиционер, по-моему, какой-то вроде бы, да, там, сто лет избирается депутатом, когда он говорит о том, что мы добьемся, что здесь будет стадион построен за муниципальные деньги. А что ж ты не добился? Ты 20 лет депутат. Где ты был до этого времени? Ну, ты через 6 лет опять будешь, через 5 на выборах здесь стоять и кричать, мы добьемся. Да зачем такие депутаты? Кому они нужны? Хватит, мы устали уже от таких людей. Я, например, вообще этого не понимаю. Зачем мы таких выбираем? Невозможно за муниципальные деньги сегодня построить новый стадион. У нас достаточно тех, которые надо реконструировать. У нас есть стадион, старый, его надо реконструировать. Сегодня там есть необходимость сделать из него полноценный стадион. Мы сегодня получаем стадион на Скобянке в собственности муниципалитета. Нам надо его реконструировать. Вот на это пойдут бюджетные деньги. Стадион на ферме, мы все равно добьемся передачи в муниципалитет. Его надо реконструировать. Стадион около школы реконструирован не будет. Мы построим большой спортивный городок, там, где у нас сегодня хоккейная площадка. Там будет несколько бассейнов еще, это следующие, пять, по-моему, или шесть бассейнов, огромный спортивный комплекс, рядом отель. Вот ту часть мы будем развиваться как спортивную. Они знают об этом. Но об этом почему-то никто не говорит. Все говорят о том, что, ой, господи, как жалко стадион, не было его и не будет там никогда. Сегодня пришел инвестор. Инвестор – это неругательное слово уже давно. Я хочу об этом сказать. Более того, среди этого пула инвесторов много местных ребят, которые выросли на Угличе и играли в футбол, в том числе и на этом стадионе. Сегодня идет речь о том, чтобы построить хороший, добротный, школьный стадион, необходимый для школы размеров, с площадками, с возможностью детям играть, в том числе и в футбол. Но большое футбольное поле, как на Луче, второе там, на Угличе. Извините, мы не сможем все пока этого позволить. Да, за это инвестор говорит, мы построим рядом, не как раньше, при молчаливом попустительстве вот этих горе-депутатов, которые здесь молчали и не пищали, когда весь город застраивали 17-этажками, здесь герои-строители. Никто почему-то не говорил, а почему вы на этом месте строите 17-этажку, а не поле футбольное? А когда на месте старого брошенного давным-давно школьного стадиона, да какого-то пришкольного стадиона, собираются построить вообще-то теннисные корты. Так я хотел бы сказать, а не 17-этажные дома, теннисные корты и рядом школьный стадион и подарить его школе, подарить его городу и району. Здесь сразу куча возмущающихся, и лезут все те, кто даже никакого отношения не имеет. Это выборы, это избирательная кампания. 11-го числа ни один из участников этого всего процесса не вспомнит вообще больше ни про этот стадион, ни про этих избирателей. Как это было, эти люди уже доказали своим прошлым депутатам, что мы их больше никогда не увидим с этим вопросом. Вот сюда зайти, принести какую-то бумажку, подписать постановление о выделении земельки, это вот они все мастера. А про стадион никто не вспомнит. Кто мешал им 6 лет про этот стадион не вспоминать? То есть, это вот как раз пример того, как некоторые опытные, как они себя называют, депутаты, а на мой взгляд это просто балласт на ногах у жителей и у развития нашего города, вот как они ведут избирательную кампанию. Ну хорошо, пошумели одни, я слышал, пошумели другие, разошлись, кто-то кому-то там дал пинка и подзатыльник. Ну и собственно говоря, ну что, ну разбирайте, мелочь такая. Это лезть, это недостойно даже нашего внимания. Жители вот пусть и оценят. А стадион, стадион там должен быть. Это должен быть школьный стадион. Кстати, мы сейчас очень хороший стадион, около пятой школы. Вот на днях после выборов откроем. Я в 82-м году пошел в эту школу, в 83-м, во второй класс. И с тех пор все мечтали об этом стадионе. Чего же вы, когда были депутатами, не поднимали этот вопрос, что там дети бегают по колено в грязи по старому асфальту. Где вы были? Я три года назад говорил, ребята, пройдитесь по дворам, дайте мне план, согласованный жителям благоустройства дворов. Будет возможность, мы по одному-два дворика будем делать. Ну и что? Несколько человек дали. Несколько человек. Я их сегодня поддерживаю. А остальные вот эти специалисты по болтовне, ну хоть бы один принес. Но это же надо пойти к жителям. Это же надо рассказать. Они же вопросы зададут какие-то жесткие. Что-то спросят, что-то делал. А то еще могут и подзатыльников навешать. И будут правы. Поэтому, конечно, страшно идти. А под общую компанию вот ходят, что-то там выступают. Поэтому вопрос со школьным стадионом вообще он для меня не стоит. Он и для жителей не стоит. И не надо будоражить враньем сознание. Теннисные корты там будут. Детишки наши с вами будут на них заниматься. В том числе мы получим бесплатные часы для занятий бесплатных школ и секций наших.